Сенатор Джордж Холли, представляющий Миссури в Сенате США, присоединяется к нам. Спасибо, что пришли, сенатор Холли. Вы недавно в Твиттере говорили о том, что республиканцам пора меняться, что пришло время для нового руководства в партии. Проработав в Конгрессе 8 лет, я понимаю, насколько там заставляют членов обеих партий слушаться руководства, чтобы все шли нога в ногу и голосовали, как укажет партия. Я думаю, что это не единственная проблема. Но о каком именно новом руководстве республиканской партии вы говорите, которая сможет дать людям свободу и возможность голосовать без указки сверху? Ну, нам нужно сильное независимое руководство, которое слушает голосующих, а не вашингтонских лоббистов. И я говорю вам, что касается республиканской партии, то вашингтонский республиканизм, который заботится больше о Уолл-стрит, чем о простых рабочих, пора заканчивать. Вашингтонский республиканизм — это про зарубежные авантюры, неоконсерватизм, эти глобальные войны, а не про рабочих людей нашей страны. Это должно прекратиться. Я считаю, что избиратели весьма явно просят нас — сделайте улицы безопасными, направьте туда еще полицейских, пусть хоть сто тысяч, защитите границу, прекратите промывать мозги детям и верните производство обратно в страну. Раньше вы могли кормить всю семью на одну нормальную зарплату, но в нашей стране это больше невозможно из-за ужасной торговой политики, которую, к сожалению, поддерживают обе партии. Это должно прекратиться. Республиканцы должны быть партией рабочих и ориентированы на рабочий класс. Вот чего мы добиваемся. Да уж, сенатор Холли, когда мы видим, сколько людей даже не пошло голосовать на этих последних выборах, я думаю, что это одно уже является серьезным свидетельством того, о чем говорят эксперты, что люди уже не верят, что у них есть их представители в Вашингтоне, которые борются за них, не за партию, а за них и их проблемы, о которых вы говорите. Именно. Если вы посмотрите, кто не пришел, то это независимые, которым не нравится Джо Байден, и которые раньше голосовали за Обаму, потом за Трампа, и которые смотрят на нынешние варианты и такие «не». Мне вообще не нравятся Байден и демократы, но и республиканцам я не верю. Но почему? Потому что республиканцы ничего не предлагают. Они не говорили «мы защитим границу», не говорили «мы найдем еще полицейских». И мы должны начать говорить об этом. Нам нужно новое руководство Республиканской партии в Вашингтоне. Поэтому мы не поддержим Митча Макконнелла. Нам нужен новый лидер. Но нам также нужен реальный курс. Вот на что мы должны быть ориентированы. Спасибо, что пришли, сенатор Холли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова